Жители одной из столичных многоэтажек жалуются на крыс, которые разгуливают по дому. В ЖЭКе говорят, по адресу уже выезжали несколько раз, убирали мусор, травили грызунов, но ситуация не меняется. В причинах разбиралась Наталья Ткачук. Когда работникам столичного ЖЭКа называют адрес «Красные казармы» космонавтов 67, они даже не удивляются. Горы мусора из подвала девятиэтажки они вывозят регулярно. Сегодня, к примеру, выгребли целых два прицепа. Один прицеп уже уехал. Это все из этого подвала, из этого помещения? Один прицеп, а как большой травка. Ну вот это помещение ребята уже почистили, убрали весь основной мусор, пакеты, пластик, бутылки. Так, смотрим. Мыши, крысы, пока не видно, но ребята говорят, они здесь пробегают. Встречалось много пакетиков с отравой для крыс. Этот дом у нас все время на контроле. А почему? Ну, жаруются жильцы. Голуби, кошки, крысы. Крысы есть, да, все-таки? Ну, есть, но мертвые уже. Мертвые, потому что травят их регулярно. Подвал, заваленный мусором, – отличная кормовая база для грызунов. Вот они и не переводятся. Запасы отходов здесь кто-то постоянно пополняет. Ну, весь этот мусор не мы же принесли, а принесли люди. И, действительно, скорее всего, тут были, наверное, бомжи. Потому что мы уже там убрали, мы там убрали и матрасы, и бутылки с подводкой, и пиво, и все остальное мусор. Как и положено по правилам, подвалы закрыты на замок. Только вот неизвестные срывают эти замки регулярно. Пока одни жильцы жалуются на крыс, другие продолжают сваливать мусор в подвалы. Сотрудники жилкомпании говорят, что сделали все, что от них зависит. Даже забетонировали пол в мусороприемнике. Для того, чтобы мусор не сыпался в подвалы, и чтобы крысы не проникали, грызуны в мусороприемную камеру. Коммунальщики говорят, ситуация на контроле. Мусороприемные камеры обрабатывают хлором каждую неделю. Подвалы чистят минимум раз в месяц. Регулярно разбрасывают отраву для грызунов. Но пока сами жители не перестанут превращать подвал в свалку, покончить с крысами будет невозможно. Грызунам всегда будет, что есть и куда возвращаться.